всем привет меня зовут Таня Бондарь я занимаюсь маркетингом более 10 лет рада делиться своими знаниями и опытом сегодня будем говорить об одной важной штуке которую мы у себя используем очень давно и которая ежемесячно помогает нам зарабатывать немало денег но которую я заметила многие игнорируют вариации товара для расширения чека и как способ уговорить смотивировать покупателя потратить вашем магазине немного больше денег чем он планировал как всегда кратко четко и по делу разберемся за пять минут или немножечко больше поехали для начала скажу что у меня есть курс фундамент успешного магазина на эти где вы найдете массу полезной информации о том как магазин открыть и что там обязательно должно быть для его успешного продвижения все детали вот здесь по ссылочке 5 сек рекламы закончились теперь к делу как все мы знаем а кто не знает обращу ваше внимание вы должны это знать увеличить прибыльность любого магазина мы можем разными способами два самых распространенных из них это увеличение количества продаж и второе это увеличение среднего чека так вот увеличение среднего чека это мотивация каждого конкретного покупателя купить у вас чуть чуть больше чем он планировал это сделать очень легко просто помогите ему в определенный момент узнать что заплатив вам чуть чуть больше он получит гораздо больше того чем раньше чем он рассчитывал получить другая сторона этого же вопроса звучит так как продавать с этой наборы на эти этот вопрос прилетел давно в инстаграме и я на него обещалась ответить при помощи следующего youtube видео так вот отвечая с одной стороны казалось бы очевидно что продавать больше набора вы можете если будете добавлять больше листингов в виде готовых наборов например вы продаете украшения значит вам нужно создать листинг набор серьги плюс колье серьги плюс браслет и так далее ну что важно продавать таких наборов больше мы сможем тогда когда покупатель будет их искать а точнее когда он будет их находить выдачи то есть нам нужно не просто создать листинги с наборами а продвинуть их выдачи убедиться в том что на них будут кликать чаще чем на остальные тогда они будут расти выдачи и что их будут покупать это сделать немножечко сложнее чем продвинуть обычный листинг из одной единицы товара и вот почему набор почти всегда подразумевает более высокую цену на товар чем та которая подразумевается за одну единицу который входит в этот набор то есть продавать набор из сережек и браслета вы можете по цене выше чем отдельно вы просите за серьги отдельно вы просите за браслет это по-моему логично и понятно если вы продаете в сегменте украшений и у вас средний чек чаще всего покупают что-то одно средний чек составляет там 30 50 долларов то понятно что цена набора составит 60 100 долларов примерно вполне логично что такой товар покупатели будут покупать реже потому что как мы видим на практике покупатели реже покупают более дорогой товар и чаще покупают более дешевый товар так уж сложилось исторически конечно есть нюансы в зависимости от ассортимента ниши способа продвижения и так далее но чаще всего ситуация обстоит именно так и это нормально поэтому логично продавать наборы через готовые листинги наборов можно но нужно быть просто готовым к тому что такие листинки будут покупаться в вашем магазине реже и это тоже абсолютно нормально чем листинги единичные я имею ввиду чем листинги с одной единицей товара отличный способ продавать наборы и таким образом расширять ваш средний чек то есть мотивировать покупателя платить вам немножко больше чем он планировал это через добавление вариаций в опции листинга когда к примеру у вас есть товар серьги 35 долларов а у него в вариациях есть вариант купить просто сережки за 35 сережки плюс браслетом за 70 сережки плюс браслет плюс кольцо за 100 например вот так вот это выглядит на практике покупатель попадает и помна листинг стоимостью в 30 40 50 долларов стоимость одной единицы товара и вот тут и есть преимущество этого подхода перед подходом по продвижению готовых наборов что покупатель изначально заходит в листинг который не выделяется в принципе по средней цене выдача среди конкурентов он заходит на листинг одной единицы товара он не готов сразу же понять что он хочет купить набор за 100 он хочет купить одну единицу товара за 30 40 50 долларов и готов познакомиться с ней поближе когда он смотрит общую выдачу переходит на такой листинг листинг прекрасно конкурирует выдачи и никого не смущает своей ценой поэтому покупатель на него кликает изучает готов добавлять в корзину и вот тут вот на этом этапе оказывается что ему нужно выбрать вариацию набора тут у нас есть возможность каждой вариации прикрепить фото вот тут вот что повышает вероятность мотивировать покупателя купить больше чем он собирался здесь же каждой вариации мы можем отдельно присвоить цену вот здесь это делается в админке вот тут вот мы присваиваем каждой вариации фотографию вот здесь присваиваем каждой вариации цену важно на обложке показывает тот товар который будет соответствовать той цене которую покупатель увидит в выдаче выдачи покупатель автоматически видит самую низкую цену из всех вариаций значит на должна быть именно эта вариация иначе вы рискуете во первых ввести покупателя в непонимание того что вы продаете за эту цену во вторых рискуете получить кейс что на моей практике было неоднократно в других магазинах я видела что при при демонстрации другой фотографии допустим на фотографии изображен набор а цена указана за одну единицу товара за самую дешевую вариацию всех покупатели могут открывать кейс и потому что они за эту низкую цену ожидают получить то что они видят на обложке товара далее хотела бы показать все выше описанное на примере нашего магазина пошагово покажу как мы эти вариации оформляем в принципе здесь все понятно но я еще раз пройдусь конкретно по каждому моменту как их корректно оформить и расскажу какой результат мы рассчитываем получить а также покажу как правильно рассчитать стоимость доставки для каждой из вариаций как правильно это оформить магазине потому что вариация из наборов конечно же могут быть более большими по габаритам чем одна единица товара и могут затягивать на другую стоимость доставки а еще конечно же отвечу полностью более подробно на вопрос который был толчком для создания этого сюжета который звучит вот так особенности продажи сетов почему-то собранные сеты со скидкой не берут но при этом покупают товары по три штуки это видео я опубликую на своем закрытом патреон канале для того чтобы получить к нему доступ вам нужно там быть на меня подписанной стоимость подписки стоит 3 доллара в месяц за 3 доллара в месяц вы получаете каждую неделю полезный подробный информативный урок на важные для эти продвижения темы ссылку на патреон канал вы найдете сразу под этим видео буду очень благодарна вам если вы там на меня подпишитесь и поддержите меня там если у вас есть какие-то вопросы по этой или любой другой теме пожалуйста не стесняйтесь приходите в наш бесплатный telegram чат там я или другие участники чата обязательно вам помогут также буду рада помочь вам лично с индивидуальной консультации по вашему магазину или нише надеюсь этот выпуск был для вас полезным пожалуйста подписывайтесь на мой канал ставьте лайки будем развиваться на эти вместе пока Продолжение следует... Продолжение следует...